Процесс, мы понимаем, что раньше осенью он не закончится. В начале 2014 года аналогичное дело было возбуждено в отношении Светланы Чечи. Спустя год оно было направлено в суд, и раньше осенью также это дело не закончится. Мы понимаем, что эти дела настолько бесперспективны, что они и существуют, как и два других, о которых я сейчас еще скажу, они и существуют именно для того, чтобы они были. Для того, чтобы постоянно поддерживать имидж членов яблочной компании, как уголовников, которые находятся под преследованием. И важно как можно дольше сохранять этот имидж для того, чтобы дискредитировать конкретных людей, для того, чтобы дискредитировать партию, и для того, чтобы эти достаточно активные, известные, авторитетные люди, ну вот попытаться минимизировать этот их авторитет и влияние. Следующее дело, четвертое, которое было раскрыто якобы ФСБ, это об организации провокаций в период досрочного голосования на выборах в Петросовет в сентябре 2014 года. Когда ветераны, имеющие очень активную гражданскую позицию, видев, как происходят процессы досрочного голосования, попытались как-то принять участие и не допустить этого, и обращаясь в правоохранительные органы, службы безопасности, которые наблюдали за ходом этого досрочного голосования, в результате получили уголовное дело против себя. Это дело в отношении Карасовой, Галины Егоровны, Васильевой, Нины Михайловны, Харитоновой, Нины Александровны, Мишенковой, Татьяны Николаевны. Это все члены партии «Яблоко», это руководители общественных организаций. Им было предложено сейчас амнистию, но они отказались, потому что считают, что если согласиться на амнистию, это значит признать свое вину. И последнее резонансное дело, дело Кравчук, Залецкая, Корнилова и Попова, оно длится 14 месяцев, сколько еще будет длиться, неизвестно, потому что никаких допросов не осуществляется. И мы понимаем, что перспектив каких-то судебных у этого дела нет никаких. Все эти дела имеют политическую подоплеку, они основаны на домыслах, доказательств которым сегодня нет никаких. И мы понимаем, что они нужны именно только для того, чтобы дискредитировать «Яблоко», чтобы устрашить всех тех людей, кто пытается какое-то свое мнение высказать, отличное от мнения нашего правительства. На этом, уважаемые участники пресс-конференции и представители средств массовой информации, мы хотели бы завершить наше выступление. Я хочу также представить, что сегодня здесь находится с нами еще и член общественного комитета, депутат законодательного собрания Спиридонова Александра Михайловна, а также член общественного комитета Рыбаков Дмитрий Сергеевич. И член общественного комитета, представитель Прионежского района Михаил Зензев. Поэтому вопросы, которые последуют от вас, могут быть адресованы ко всем членам общественного комитета, и мы готовы ответить на вопросы.